Короче, ребята, быстро по почтноту пробежимся. В общем, 6 сентября, сегодня большая обнова. Также обслуживание карт сегодня. Основной сервер — это первая неделя рангер Мермар Викенди и Санок Каракин. Убрали Дестон, добавили Викенди. Так что можно теперь мою любимую карту поиграть. Добавили также в игру новую винтовку Драгунов. Сегодня ее потестим. В общем, вот у нее все характеристики. Убрали у нее крит урон, скорректировали урон. 58 базовый и 73 макс. То есть 60 фиксировано. И убрана вероятность на систему нанесения урона. Крит урон убрали у нее. В общем, сегодня потестим, поиграем. Я думаю, что будет прикольно. Также понерфили АУК. Скорректирована горизонтальная и вертикальная отдача. В общем, теперь она будет между Берилом и М416. В любом случае, я думаю, что люди будут с АУКом играть, потому что это что-то золотая середина какая-то. Тактическое снаряжение убрали полностью. В общем, больше его не будет. Ни дронов, ничего такого. Не знаю, возможно, они это сделают как-то на земле, но пока тут об этом ничего не написали. Карты Мирамар изменили тут, сделали, что падали сюда на парашютах, стреляли теперь сюда вроде как. Не знаю, но можно все равно залететь, но не знаю, зачем это сделали. В общем, вот before after. Было, стало. Вот так вот. Гонка за синей бомбой. Добавлен режим от третьего лица. Ужас. Режим от первого лица удален. Ку-ку. Хотите в кс от третьего лица поиграть? Я думаю, не многие хотят. Классические скины оружия, новый вид, схема. В общем, посмотрим на МКшку, как она выглядит. Тут я особо не буду все это читать. В общем, разберемся там уже внутри. Ну и по производительности. В общем, по умолчанию у вас теперь будет DirectX 11, Enchance стоять, так как там фпсиков побольше. В общем, те, кто хочет на DirectX вернуться, можете просто перейти в пункт настройки и поменять настройки и графики обратно, если вам было удобнее на этом играть. Я уже давно играю на Enchance. Меня, в принципе, все устраивает. Ну и тут ошибки, в общем, ничего такого интересного. Ладно, пойдемте, короче, смотреть, что у нас нового-то есть. Что у нас нового есть. Интересного-интересного. А магазин. В магазин добавили новые наборы. Во-первых, победный танец. Вот такой вот. Сейчас я вам включу звук эмоций, чтобы было слышно. Еще я вам покажу, кстати, прикольную фишку, которую я уже купил. Она мне очень понравилась. И сейчас я вам ее покажу. Но это действительно что-то прикольное. Типа сделали. Так, вот такой вот танец. Ой-ой-ой. Короче, ничего такого особого. Обычный какой-то... С азиатскими наклонностями опять. Вот эта музыка. Ну, все по одному у них на самом деле идет. Вот такие вот сетики добавили. В общем, сразу скажу, что тут падает из основного сета. Это маска эта и так будет падать. Мотоцикл вот такой вот будет падать. А потом такой парашют, если вы купите полностью сет за 5 тысяч. Такая, ну, прическа. В общем, вот такая вот... Такой брелок на оружие. Такая эмблемка. Такая эта штучка. Ну и танец. Ну и можно по отдельности все купить это дело. Ну, понятно, да? Из-за чего будут покупать? Кто будет от третьего лица играть? Я думаю, что понятно, что можно, в принципе, купить. Ну, мне лично не зашло. Не знаю. Мне лично не зашло. Чересчур уже. Чересчур. Куда-то не туда немножечко в плане скинов движется. Ну, ладно. Ну и по отдельности тут шлем можно купить. Вот. Ну и оружие. Сковородка. Ну, сковородка, в принципе, так-то ничего такая прикольная. Вот такой вот ауг. Ну и миник, кстати, тоже прикольный. Миник прикольный довольно-таки. Забавный. Далее, что бы я хотел еще отметить. В магазине будет продаваться... Так, я уже купил. В общем, я покажу вам. В магазине будет продаваться вот такая эмоция. Мне она очень понравилась. Можно будет в лобби стоять и показывать, что ты партнер, твой ник и твои достижения по медалькам. Выглядит очень круто. Я думаю, что реально прикольно. Прикольно-прикольно. Просто встать вот так вот. И вот это ты. Вот это ты. Я думаю, что довольно-таки прикольно выглядит. Буду пользоваться. В общем, я себе взял. Стоит она там что-то в районе 200 или 300 джекоинов. В общем, можете приобрести. Так, погнали в укрытие. Вышел новый прокачиваемый скин на МК-12 с двумя красками. В общем, давайте посмотрим, как это все выглядит. В общем, тут еще новая система. У них схема, которую они писали в патчноте. В общем, вы можете также выбить схему. И у вас будет вот такой вот не оранжевый вот такой вот скинчик, а синий. Не знаю. Как по мне, оранжевый выглядит лучше. Давайте посмотрим, что по уровням. Здесь вебку я отключу. Первый уровень — это основные косметические. В общем, вы выбиваете. Ничего такого в принципе нет. Второй уровень — это батлстат убийства. Также тут, кстати, заметьте батлстат убийства в голову. Сразу же дается. Это, в принципе, прикольно. Также анимация. Ну, анимация обычная. Ничего они не меняли. То есть осмотры, подкидывание оружия. Пора бы уже что-то новое придумать, я думаю. Магазин скин на дуло и магазина. В общем, ничего такого. Вот такой вот будет гулушачок красненький. Компенсик синенький. Ну и, не знаю, в общем, все разноцветное. Так, дальше добавляется вот такая жопа сзади. Прикольная. Но пока не светится. Скин лента убийств, в принципе, прикольный, кстати. Прикольно выглядит, мне нравится. Скин рукоятки. В общем, давайте вертикалку сразу посмотрим. В общем, она будет красная. Не знаю, это, по-моему... А, ну тут зависит, да. Типа цвет еще зависит от этого. Ну, не знаю, в общем. Мне вот как-то вот оранжевый побольше нравится, если честно. Вот такой вот будет ящик оставаться. Фрегель, фрегель. Не знаю, вроде прикольно. Скин прицела. Также плода будет меняться у вас. То есть давайте с шестеркой посмотрим, да? С восьмеркой. Восьмерка, кстати, серебряная какая-то одна. Пятнашка. Ух. А пятнашка карбоновая, да? А не могли они восьмерку сделать карбоновой, а пятнашку обычной серебряной? Нет? Как-то бы, наверное, получше так было. Я бы хотел карбоновую, блин. Карбоновую восьмерку. Зачем мне вот эта серебряная? Не знаю. Как будто бы и даже, ну, не покрашенная совсем. Жесть. Ну и редкие косметические блестяшки и все вот это вот в этом броде. В общем, тут включается уже сзади. То есть на оранжевом, на синем скине у вас оранжевым светится красным, а на оранжевом скине у вас светится синим. В принципе, прикольно. Прикольно выглядит. Довольно-таки. Сегодня повыбиваю немножечко. Может, выбью ее. Не знаю. Так, это что касаемо вот этого всего. Дальше мы пойдем тестить драгунов. Будет каточка с драгуновым. Поэтому всем приятного просмотра. Продолжение следует.